Привет, с вами Виконста. Сейчас я нахожусь в Крыму и иду заселяться в номер. Посмотрите, какой открывается вид с этой вершины. Практически весь судак видно. Давайте сделаем обзор на эту комнату. Здесь присутствуют три кровати. Первая, вторая и третья. Но так как я буду жить один, спать соответственно сам, то есть две койки еще остаются пустыми. Присутствует вентилятор, тумбочка, холодильник, телевизор, мини-шкаф и здесь санузел. Что немаловажно, санузел в номере. Стоимость этого номера составляет 1300 рублей в сутки. Ну и вот кухня. Стол обеденный. Здесь принадлежности все для готовки. Ножи, вилки, ложки, тарелки. Тут посуду можно помыть. Но это я сейчас буду жарить яичницу. Проще простого. Разогрел сковородку. Вбил три яйца. Поджарил вот такие сосисок. И все, завтрак готов. Движемся в сторону Кипарисовой аллеи. Посмотрите количество отдыхающих. Очень много. Солнце уже не видно. Ну посмотрите, как камера очень красиво передает вечерний закат. Ну как вечерний? Время уже половина девятого. Пройдемся, погуляем. Посмотрим, что творится вечером в Судаке. Люди приезжают, чтобы побольше тратить денег. Сколько денег не возьмите, обязательно все потратите. Но самое главное оставить сразу же на дорогу. Чай у моря. Видите, чай на развес. Здесь клинки. И вот крымский чай. Это же натуральный? Сгущённое молоко. Ну вот видите, такие цены. За 100 грамм. Разновидностей очень много. А есть чисто мята? Нет. Нет? Хотел взять мятного чая, но не возьму. К сожалению, нет. О, такое дело мне нравится. Где жарят шашлычок. Посмотрите, какие большие куски. Вообще большие, шикарные. 200-200 грамм. Ого. Стоянно-то? Стоянно-то? Стоянно-то, стоянно-то не вшел пора. Не, я говорю, просто мясо, большие куски. А он успевает прожариться? Нет? И сразу же на лету, да, хватаете? У меня тепло уже весь закончился. По 70 рублей. Единственный недостаток то, что музыка играет. И поэтому стараюсь, чтобы не попадать под авторские права. Поэтому будут ролики прерываться. Хотел сделать одним цельным кусочком, но не получится. Ну, уж такие правила. Монетизация Ютуба. Ничего не поделаешь. Если бы еще музыка без авторских правил играла, то было бы намного круче. Атмосфера здесь, конечно, интересная. Запах еды, мясо. Хорошо, что я поужинал. Шашлык, шаурма на мангале, куры, гриль. Люля, кебаб. Кукуруза даже вареная есть. Горячая кукуруза по 50 рублей. Начинаешь подходить к кипарисовой аллее, и народа становится больше и больше. Еще популярная тема такая. Это татуировки хной. А также плетение косичек. Такая забава интересная. Начинается движуха, толпа. Вот тут уже начинается замкнутое пространство. Идет толпа в одну сторону, ну а напротив в другую. И тут надо не нарушать правила двухстороннего движения. Видите? Все как положено, по правилам ходят. Мы справа, а они навстречу слева. О, здесь уже чуть поменьше людей. И чувствуется свобода. Поэтому я люблю те места, в которых людей поменьше. И хожу там, где людей поменьше, стараясь. Но в основном у меня есть видеоролики, где я записываю их ранним утром. Вот это вот реальная красота. Где никого нет. Никто не толкается, никто не кричит, не орет. Музыка не играет сильно. Мордин Баруля. Да спасибо, не надо. Кстати, эта услуга платная. К вам подойдут, скажут, давайте сфотографируйтесь. Ну и потом, конечно же, нужно будет заплатить денежку. Поэтому смотрите сами. Ну вот море, если вам видно. Волны не сильные. Но некоторые даже еще купаются. Музыка. 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 Если вот так камеру поднять, представьте количество отдыхающих. Дрифт 300 рублей, машин 200 рублей. Он нормально дрифтует. Музыка. 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 Вот замануху детям придумали. Также many принимают намного имущества. Музыка. Конечно, есть номера, которые вблизи, прямо набережной. В первой линии, то цены достигают до 3-3,5 тысяч рублей. Но немножко подальше от прибрежной линии, то, конечно же, можно найти и подешевле. Я слышал, что есть номера и по 800, и по 700 руб., Ultra. поэтому рассчитывайте так же можно здесь заказать портрет люди рисуют красиво конечно вот так это все выглядит да ну а потом после вот такой готовый результат видите к вечеру начинают все выходить буквально 45 часов назад никого здесь не было абсолютно и посмотрите сколько сейчас здесь желающих посмотреть на набережную в судаке а еще одна замануха для людей это пройти по лестнице 300 рублей 5 попыток 400 рублей 10 тренироваться нужно не ну если я думаю недельки две-три попробовать была возможность вот так она просто стояла я думаю может как-то и можно потому что при мне пару раз человек показывал что это в принципе не тяжело но опять нужен определенный навык также можно заказать вечернюю прогулку на катере вдоль берега падает поочередно вот эти палки и вы должны поймать дается три попытки очень хорошая должна быть ловкость рук ну и внимание прежде всего с какой стороны эта палка упадет но все равно маловато людей мне кажется погодка была немножко получше поболее народа было ну вот мы и дошли до кипарисовой аллеи тут т-образный перекресток и туда у нас кипариска идет но туда дальше набережная прошли мы кипарисовую аллею идем дальше до самого конца в сторону генуэзской крепости ну как показывает практика то в этом году людей все-таки поменьше приехало в крым связано все-таки с ограничениями поэтому не каждый захочет приезжать сюда в отелях требуют справки при заселении ну а частный сектор пока обошло стороной столовая еще работает видите тут нужно смотреть в оба потому что на этих машинках ездят и могут тебя нечаянно задавить надо смотреть сюда по сторонам шар же дарю за две минуты похоже нет а в шар же по-любому будешь похож пробки на дорогах о интересные штуки придумали для людей виртуальный мир что дальше будет немножко упал вот еще тема интересная с рыбками тут народу еще больше я не думал что здесь тоже будут люди эти все в сторону кипарисовой аллеи идут может тоже уже туда-назад прошлись и возвращаются вот здесь народа вышло не то слово сейчас я вам немножко приближу посмотрите Крым реально полный полностью особенно кипарисовая аллея да сегодня аншлаг давайте глянем еще на аттракционы какие здесь есть сатурн по кольцо так крутит вас здесь должен быть очень хороший вестибулярный аппарат чтобы это все вытерпеть чтобы голова не кружилась хоккей прыгалки скакалки от рыбалочка а что там ловят пеленгаса наверно или барабулю он полный ведра наловили вот это надо ловить так уметь а то сам как на рыбалку не поедешь никогда ничего не поймаешь так ну туда мы в толпу не будем идти нет смысла ну и там вот колесо обозрения давайте выйдем пройдемся до начала кипарисовой аллеи хотя я думаю вы так прекрасно понимаете что судак переполнен со всех утюгов играет музыка вот именно со всех с каждого кармана еще не хватает знаете вот колонки бывают носят и там тоже музыка играет а то и так здесь ну хоть столовая еще работает хотя время почти 9 в принципе начали смысл чак идем по кипарисовой аллее но я думаю вдоль набережной до конца нет смысла идти там мне кажется людей все равно будет поменьше потому что вот смотрите даже по потоку в основном все спускаются вниз некоторые только подымаются но опять я думаю до часов 11 и все это потихоньку будет рассасываться по домам так как заведения работают только до двадцати трех ноль ноль сейчас все покушают насмотрятся нас слушаются музыку и придут домой отдыхать потом уже с новыми силами завтра опять на море посмотрите также пользуются спросом вот такие ларьки в которых люди покупают сувениры одежду на подарки либо себе смотрите все равно народ что-то да и покупает панамы очень много кстати магазинов связанных с продажей крымской косметики крымская косметика считается одна из лучших потому что по идее она собрана с натуральных ингредиентов но и цена соответственно не сильно дорогая по соотношению с другими брендами но хоть здесь музыка заканчивается вот это кайф реальный для ушей смотрите изделия из дерева какие интересные привет из крыма из можжевельника сделано когда горячее ставите будет пахнуть потом все отточено крым ложки все из дерева рыба мидии это осьминой и копченые все копченое холодного копчения ну ценников нет поэтому за каждый товар сильно много не спросишь потом рынок еще работает так ну давайте в эту сторону пойдем там у нас будет табличка я люблю судак и наверное там будем завершать вот она как раз все с ней сфотографируются в принципе отсюда начинается кипарисова аллея сегодня я показал вам вечерний судак если вам понравился этот видеоролик не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно пишите комментарии с вами на канале был виконство до новых встреч пока пока